приветствую вас на канале в прошлом видео я показывала что я получила посылку с лентами ленточки я погладила это не так трудно вот посмотрела продавца сейчас уже такая постой 222 рубля вроде но все равно это намного дешевле чем если у других продавцов вот видимо тогда была какая-то скидка ну ссылочку я оставила в описании в этом видео еще раз я скину значит что нам здесь нарисована картинка на комбе у нас есть рисунок вот такой вот и нужно начать нужно начать конечно же со стебельков сейчас мы с вами вышлем стебельки воспользуемся иголками которые здесь были вложены в набор и также здесь вложено было зеленое мулине я так понимаю что мулине нам надо понадобиться с вами в одно с прям вот этой вот пучком потому что стебельки вроде как вот мулине вот иголка которая была в наборе потому что смотрю что стебельки здесь на картинке толстые значит нам понадобится с вами толстая нитка делаем с вами на конце мулине узелок наши ниточки такой хороший узелок и начинаем тут не принципиально с какой 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 то есть любой так здесь у нас с вами будет вот здесь у нас я бы потом бантик поэтому мы сможем с вами прям так все сделать а бантиком потом мы с вами закрою это у нас что это у нас листики это листики это прошивать не надо здесь у нас обычный шов назад иголка думаю что все его мне делать нам сейчас покажу всегда следим чтобы наша нитка была как бы вверх нашей иголки вот так и протягиваем опять протягиваем что-то не тут все разломалась я и с вами мы так будем продолжать до конца здесь стебельков много поэтому я вам покажу один остальные сделаю за кадром чтобы потом вам смотреть как делаются одинаковые стебельки я не думаю что очень весело ну хотя может быть за компанию если кто-то захочет со мной вместе смотря мое видео вышивать такую же картину мне будет очень приятно потом я думаю что когда мы закончим эту картину можно будет ее поместить в рамочку и подарить кому-нибудь или оставить себе повесить не знаю на кухне там или в помните и любоваться какие вы молодцы вообще вышивка лентами на очень приятная она всегда доставляет удовольствие на не сложно даже для людей у кого плохое зрение чем она хороша все элементы все крупные есть у вас например если вы вышиваете битером то это очень такая мелкая работа и глаза очень сильно напрягаются а здесь все стежки крупные ленты крупные поэтому глаза в принципе не напрягаются поэтому даже люди с плохим зрением могут 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 вышивать то что я например люблю бисером вышивать но это так глаза устают вот а лентами хорошо что-то я все себе сношу сегодня так и вот мы так это вот этот стежок стебелек и вот таким вот мы с вами каром будем продолжать вышивать дальше так что я вот так вот получается вот такой стебелек и мы с вами будем продолжать продолжать и я продолжу когда закончу все стебельки увидимся следует как-то увидимся в продолжении вот из одной вот такой вот нитки мулины мне получилось вот три вот таких вот стебелька и у меня возникли сомнения что может быть мне не хватит тех четырех оставшихся ниток мулины чтобы доделать все остальные швы и и я решила вытащить по одной ниточке с каждого мулины получится у меня по пять ниточек в одном пучке и как раз мне хватит пяти оставшихся пучков на оставшиеся стебельки не знаю то ли тут правда все по-китайски написано может быть их нужно было делить на три но если делить по три ниточки получится слишком тонкий стебелек и получится очень много их нам столько не надо то есть видим может может быть я как-то мне кажется я правильно шов делаю ну короче вот возникла такая вот ерундовина и чтобы не попасть в просак с ниткой чтобы потом не бегать не подбирать нужного цвета марине я решила вытащить вот по одной ниточке из своих пучков и получится у меня еще один дополнительный пучок останется и продолжу когда уже до вышиваю ну вот я и закончила вышивать стебельки стебельки цветов так но беда в том что когда я снимала ленточки чтобы погладить ленточки оказались у меня под номерами оказывается вот здесь на схеме есть номера каждого цвета но я не думаю что это большая проблема мы в принципе можем взять любой цвет я не думаю что если мы другую последовательность или сделаем то будет как-то очень плохо так и ну допустим что вот этот цвет я точно понимаю что это вот такой цвет так и что нам нужно ленточка в принципе длинновато конечно можно пополам разрезать но попробуем такой длиной вставляем в иголку ленту оставляем небольшой такой хвостик да лента длинновато будет попробуем так этот цветок у нас получается попробуем прям по схеме этот цветок у нас вот этот что нам нужно мы значит в середину нашего цветка вставляем ленточку в том месте где у нас теперь вот эти полосочки означают стебельки вытаскиваем нашу ленту смотрим чтобы здесь нас остался небольшой такой хвостик вот такой сантиметра два сантиметра два не больше до выворачиваем нашу ленточку обязательно на лицевую сторону лицевая сторона у атласной ленты это та которая блестящая и стебельки нас выпил выполнены лепесточки цветка обычным стебельчатым швом и значит вставляем в ленточку вот так вот и аккуратненько затягиваем нашу ленточку аккуратненько вот такой получается у нас стебелек и так продолжаем по кругу по кругу мы будем с вами продолжать серединку здесь удобно конечно что схема особенно для начинающих очень удобно что каждый лепесточек отмечен опять выворачиваем на лицевую длина лепесточка тоже отмечена я думаю что если вы сделаете чуть подлиннее главное не короче чтобы не было видно белой отметки а если чуть подлиннее и так страшно лента длинновато все-таки надо ее резать напополам вот так сильно не затягивала потянула получился слишком острый вот так и продолжаем вышивать по кругу стараемся сильно ленту затягивать когда вставляем иголочку и так мы с вами будем продолжать пока у нас не вышлем с вами все цветочки я думаю принцип вам понятен да вот здесь главное не утянуть потихонечку что получился такой вот вот такой вот не сильно острый лепесток ну я думаю принцип вам понятен дальше я буду вышивать сама периодически буду снимать чтобы вам показывать в каком процессе находится моя работа и потом я буду показывать как мы будем делать серединку и потом будем делать сами лепесточки зеленые листики вернее листиков на мой взгляд можно сделать побольше то посмотрим как у нас получится в цвете это в реальной картинке и посмотрим на понадобится нам еще дополнительно зеленые листики и вновь я рада видеть нас на своем канале и вот что у меня получилось я получилась вот такая вот замечательная на мой взгляд картинка единственное что я немножко ушла от схемы и немножко поменяла цвета потому что здесь мне не понравилось что два розовых где-то что-то еще метод засмущала по цветам а вот тут что короче мне кажется что на ваше усмотрение вы можете в принципе поменять расположение цветов здесь цветах вот получилось вот как то так и я хочу вам показать вот как сделать вот такой бутончик у меня будет желтенький нет не желтенький давайте у меня будет розовый ленточек хватает достаточно вполне еще даже остаются кусочки так значит я вам покажу как делать бутончик 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 делается очень просто вставляем иголочку к следим чтобы хвостик а здесь мне ленточка немножко сейчас мы когда ее так режем эти ножницы непонятно так значит обычный ленточный стежок один протягиваем затягиваем вот так вот и два по краям как бы такой распустившийся бутончик вот так с одной стороны к этим бутончиком мы еще добавим зеленые листики так и с этой стороны второй и вот так вот получается все бутончики у нас готовы это тоже выполняется обычным ленточным стежком единственное вот здесь вот на картинке видите здесь как будто бы вот за цветочком и еще цветочек но как-то мне это не понравилось я лучше здесь делаю зелененькое вообще мне кажется надо здесь зеленье добавится мне кажется зеленой ленточки предостаточно вот так выглядит наша изнаночная сторона эти ленточки мы потом все с вами обожжем хвостики чтобы они у нас не распускались и подошьем чтобы они у нас никуда с вами не делись и с чего бы начать давайте с листиков я обратила внимание что ткань вот этот рисунок я думала не стираем он стираем я потому что руками тут вожу вожу и смотрю что у меня постепенно зелено это пропадает так зелено нас давно вот такая пошире это 1 и 2 ширина вот такая зеленая да вот такой зеленый у нас здесь получается широкие листики вот они здесь у нас разбросаны и много маленьких зелененьких ну начнем наверное давайте с маленьких зелененьких то есть я тоже буду стараться а зелененьких у нас даже два цвета вот такой вот такой здесь получается ну будем импровизировать здесь на рисунке не очень-то видно а мы посмотрим на большом на большом вот тоже не очень заметно где светло вот это видимо светло зеленый это темно зеленый но будем импровизировать я не думаю что от этого наша картина испортится листики будут выполняться тем же стежком что и наши с листочки и чего бы мне начать начну пожалуй не знаю а вот покажу вам как будто руками машу и все сношу так бутончик мы с вами сделаем у нас как будто бы еще не распустился так и вот чуть ниже того нашел лепестка бутончик и начнем вышивать нашей зеленой лентой начнем вышивать мы а все равно откуда швы будут обычные простые но покажу вот вам как оформить бутончик чтобы вы знали потому что в принципе все эти швы у нас все будут одинаковые просто зависит нас меняться будет цвет ленточки и где-то листик у нас будет пошире то есть мы вот так вот делаем один лепесток бутончика и такой как бы чашелистник у нас получается мы же подразумеваем что бутон наш еще не распустился ленточку всегда следим что было на лицевой стороне вот так вот протягиваем аккуратненько стараемся сильно не затягивать но в то же время потянуть ленточку вот получился вот такой у нас бутончик здесь у нас что-то размахрилась но мы это с вами отрежем да что-то у нас тут малины вылезла так и здесь у нас получается будет три листика здесь один большой как интересно расположены листики посмотрим может быть я даже не буду соответствовать прям точно этой схеме а как-нибудь сделаю на свое на свое видение я вам тоже рекомендую все-таки добавить немножко своего в работу и не следовать прям так этому шаблону потому что все-таки работа это творческая как так работа творческая и поэтому пусть что-то будет здесь ваше и вот так вот и теперь я думаю вы поняли смысл изготовления этих листочков если хотите делайте как вам нарисую как вам хочется или же как расположено на схеме прямо один в один но все-таки я за творчество за креативности поэтому предлагаю этот процесс выкинуть этот листик и все-таки сделать как-то как вот душе хочется я вот хочу вот так не хочу здесь от большой листик лепить потому что мне кажется что этот большой лист тут совершенно ни к чему посмотрим это все на ваше желание здесь ленты я думаю хватит за глаза и за уши и маленькой и тоненькой вернее и широкой поэтому вот как то так и тогда я сниму продолжение уже когда закончу с зеленым листьями и мы с вами будем делать и вот что у меня получилось когда я закончила вышивать все листики я конечно добавила листиков побольше вот что нам предлагает производитель данный данного набора сделать вот столько вот но поскольку ленточки зеленой было очень много я вот немножко так сказать увлеклась и сделала листик побольше но это все также на ваше желание кто хочет может сделать так как прям показано на картинке и ни шагу назад ни шагу вперед также я успела уже сделать серединки и сейчас я вам покажу вот мне остался один одна серединка я вам покажу как я сделала здесь картинки показан французский узелок но сейчас я его не очень люблю потому что какой то такой для меня достаточно сложно я всегда и пытаюсь сделать как можно проще потому что вышиваю много и французский узелок всегда занимает это занимает много времени а французский узелок занимает гораздо больше берем ленточку который предназначен для серединки это 03 я уже успела сделать один круг желтенький здесь на картинке нарисовано что у некоторых цветов здесь край желтый также на ваше усмотрение можете оставить все оранжевым здесь в принципе ленты предостаточном наборе очень хватает ленты я прям рада переживала что ленты не хватит но все хватает значит вы приодеваем ленту значит делаем отступаем буквально тут пол сантиметрика и втыкаем обратно все что нам нужно это не торопясь и обратно не сильно протянуть нашу ленточку чтобы получился вот такой вот какая бугорок не бугорок вот такая вот получилась как бы петелька и так мы продолжаем с вами посерединке опять вытаскиваем здесь главное не переборщить сильно ленту не тянуть чтобы наш узелок с вами не завязался и не стал тугим тогда он уйдет туда внутри и вся красота его объемности пропадет и так с вами мы продолжаем здесь серединке небольшие поэтому они делаются достаточно быстро я такие серединке использую на всех своих цветах которые делаю крайне редко использую французский узелок но как-то не сложилось у меня с ним да вот я нашла способ гораздо проще и он также красиво объемно смотрится но это все также по вашему желанию можете делать французский узелок можете использовать если например не хотите ленту использовать можно использовать французский узелок и делать измуленную серединку можете взять бисер крупный такой день не знаю восьмерку там шестерку и сделать серединку бусинами бисеринами то есть все на ваше желание здесь можно немножко пофантазировать я не думаю что если вы немножко уйдете от того что предложил производитель и немножко пофантазируйте и вас работа приобретет индивидуальность потому что мы же не хотим штамповать мы же не завод который штампуем у нас работа творческая здесь просто нам хорошо что схема нам помогает особенно для тех кто новичок очень схема помогает расположение цветочков у кого особенно так сказать не очень хорошо с воображением очень все понятно куда прилепить цветочек куда прилепить 2 лепесточек то есть как бы очень помогает конечно схема особенно для начинающих это очень хорошо и вот видите как достаточно быстро у нас получилась с вами серединка сзади работа мне выглядит вот так вот я тут уже некоторые хвостики опалила зажигалкой чтобы все у нас было с вами красиво и также нам нужно все оставшиеся хвостики с вами опалить опаливаем хвостики чтобы не дай бог у нас нигде не распустились это я потом доделаю чтобы не занимать время и все что нам осталось это к нашей красоте приделать бантик предлагается такая лента сантиметровая тоже достаточно длинная я думаю что вся нам она точно не понадобится что нам нужно сделать нам для начала нужно сделать бантик мы просто с вами завязываем бантик смотрим чтобы нас с вами ленточка легла ровно чтобы тоже у нас не был огромный нам не нужен огромный бант нам нужен такой небольшой бантик как будто бы с вами завязали ими наши цветы прикладываю к нашей работе смотрим как бантик себя чувствует в данной работе если надо делаем побольше если над делаем поменьше и все что нам нужно значит лишнее мы отрезаем отрезаем лишнее с этой стороны отрезаем лишнее с этой стороны и обязательно нам надо с вами опалить зажигалочка наши хвостики потому что работа чтобы когда мы будем с вами хвастаться этой работой чтобы люди же будут все трогать смотреть а и какие вы молодцы чтобы наша ленточка с вами не поползла и не оказалось что весь ваш труд оказался на смарку и ленту нам эту надо будет с вами пришить обычной ниткой в цвет ленты мы пришиваем пришиваем нашу ленточку к нашей работе и пришиваем пришиваем аккуратненькими небольшими стежочками мы с вами пришиваем чтобы нас получилось с вами очень красиво нескольких надо сделать это хорошо потому что если бантик оторвется ну как то если вы эту работу кому-то подарить его человека оторвется бантик ну как то будет не очень приятно смотрим здесь как нам его положить положим вот так вот я думаю да и все что нам останется после того как мы закрепим своим бантик еще раз посмотреть чтобы сзади все наши ленточки к хвостике были по подпалены где надо подшить и чтобы ничего у вас никуда не бегала поправьте все красиво что было и нам ее останется с вами вдеть в рамку вы можете сделать это сами купить обычную рамку под формат под размер вашего изделия и натянуть ее на картон на жесткий и упаковать либо вы можете обратиться есть специальные арт мастерские которые продают картины где картины продают вы можете туда обратиться они делают рамы под эти картины же какую вы хотите например у вас там интерьер дома какой-то там стиль выдержан и вы можете прийти сказать что вот у меня вот есть такая работа я хочу чтобы моя работа была в стиле там какой вам там дома хочу да или хочу чтобы рамка была у меня там белого цвета у меня черная работа хочу чтобы белая была делают они также по вашему желанию паспарту это такая вот вокруг работы когда дополнительно еще какой-то цвет подбирается как фон чтобы подчеркнуть ваше изделие также они могут убрать вашу работу вот здесь работа она достаточно плоская и эту работу будет не сложно убрать под стекло то есть как бы да даже они толстые толстые работы убирать под стекло они делают вставки и вашу работу прячет под стекло чтобы она висела у вас и радовалась в не один год не пылилась и вы смотрели на нее радовались какие вы молодцы из 3 и стремились до к чему-то еще новому получается вот такая вот у нас работа замечательно слушайте получилось я конечно не ожидала что например такая получится хорош единственный я бы конечно бы вот сейчас делаю думаю я бы наверное сделала бантик чуть-чуть поярче потому что работа достаточно получилось нарядная и бантик можно было сделать чуть-чуть либо пошире его такой же цвет но пошире либо сделать его либо сделать его чуть ярче и если вы здесь парви впервые подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы и увидимся в следующем видео пока